В Молдавии усугубляется политический кризис. В стране уже несколько месяцев не могут сформировать правительство. Заниматься этим должен новый премьер-министр, но его пока нет, потому что все кандидатуры вызывают острые споры. Несколько часов назад президент предложил очередного претендента на высокий пост своего советника, но против выдвиженца уже выступает самая влиятельная парламентская партия. За ситуацией в Кишиневе следит Алексей Кондулуков. Алексей, почему никак не могут найти компромиссную кандидатуру? По всей видимости, дело не в личностях. Речь идет об углублении политического кризиса в Кишиневе. Он перерастает в конституционный, в противостояние двух и двей власти – президента и парламента, точнее, коалиционного большинства в нем. Президент Николай Тимовти сегодня выдвинул очередную кандидатуру на пост главы правительства генсека своей администрации Подадуру. Считается, что для оппонентов действующего президента она совершенно неприемлемая. Но отклонив ее, законодатели дают возможность президенту Молдавии по конституции распустить парламент и объявить досрочные перевыборы. В свою очередь, парламентарии могут объявить импичмент президенту, но недавно выяснилось, что абсолютным большинством для этого его оппоненты уже не обладают. Коалицию покинули семь депутатов. Так это или нет, до конца не ясно. Игроки, что называется, пошли ва-банк. Алексей, а сколько вообще могут продолжаться поиски главы правительства, который, так сказать, удобен для всех? Как я уже сказал, по конституции Молдавии распуск парламента наступает, если депутаты дважды не выразят доверия новому премьеру и кабинету в течение 45 дней. В данном случае срок истекает 29 января. Нужно сказать, что политический кризис в Молдавии продолжается уже четвертый месяц. Он начался осенью с отставки правительства. Стороны, выступающие за европейскую интеграцию, обвиняют друг друга в коррупции и связях с олигархическими структурами, проводят многочисленные акции протеста, а в центре Кишинева устраивают палаточные городки. И во всем этом политическом брожении активно участвуют дипломаты стран Евросоюза и США. Как говорится, где-то мы все это уже видели. Яна? Спасибо, Алексей Кондулуков, о политическом кризисе в Молдавии.